Приветствую вас, мой ответ окажется вам несколько банальным, возможно, немножко примитивным, но тем не менее, исходя из того немногого, что вы написали, я могу сделать вывод такой, что вы изначально очень сильно растворялись в своей семье и в работе, и в муже. Ну, что в принципе является одним и тем же, да, я так полагаю. То есть вы слишком много внимания уделяли мужу, слишком много внимания вы уделяли ребенку, и слишком много внимания вы уделяли работе. По-видимому. Вот. А по итогу, вы настолько в этом увязли, что я так вот полагаю, да, что стало вам безумно тяжело, стало вам безумно трудно, вот. Ну и, соответственно, здесь необходимо в первую очередь иметь все-таки личные границы между собой и другими людьми, вот. К примеру. То есть очень важно, чтобы вы отграничивали себя и других. очень важно, чтобы у вас было время для, например, ну, допустим, для занятия собой, к примеру. То есть чтобы у вас было время заниматься собой, чтобы у вас была возможность заниматься собой, вот. чтобы у вас было время заботиться о себе. Это такой момент. Дальше, чтобы вы для себя четко осознавали важность действия принципа всему свое время. То есть есть время отдыхать, да, есть время работать, есть время, там, грубо говоря, заниматься собой, есть время заниматься ребенком. И вот эти вот вещи тоже необходимо учитывать. Вот. Ну, наверное, необходимо сказать, что вам, вероятно, не хватает какого-то, может быть, ну, не знаю, может быть, планирования вам не хватает. Хотя я, безусловно, в этом не уверен, да, ну, может быть, что если вот сейчас я делаю это, сейчас я делаю вот это, да, то есть вот. Какое-то такое, какое-то такое распределение. Вполне вероятно, что вам этого не хватает. Вот. А это очень важный момент. Далее. Личное пространство. Личное пространство это такая очень интересная история, когда, к примеру, вы, допустим, допустим, назад, четко прослеживаете для себя, что вот в вашей реальности есть такое место, где вы, условно говоря, принадлежите сами себе. То есть где, условно говоря, все так, как вам того хочется. что это такое место отдохновения, если угодно. И это тоже необходимо для себя учитывать. Необходимо иметь время на, к примеру, своих друзей, на, к примеру, свое увлечение, хобби. И здесь очень важно умение говорить «нет». То есть очень важно, чтобы вы, именно вы, говорили «нет», когда люди, ну, допустим, там, к примеру, чего-то от вас требовали, хотели, например, тот же ребенок, или тот же муж. то есть, грамотный нет, выступают, выступают, здесь ни много ни мало спасительным кругом для вас. Если же ничего этого не делать, да, если, ну, не заботит за себе, к примеру, к примеру, что в таком случае не мудрено, что вам хочется сбежать. Тут, наверное, любому бы человеку захотел сбежать, если он чувствует, что сам себе, вообще-то говоря, не принадлежит. Поэтому простраивание личной границы очень важно. А с другой стороны, с другой стороны, по какой-то причине вы этого не сделали, ну, условно говоря, не простроили личные границы свои. И причин этого может быть очень много. Занитенная самооценка, страхи какие-то, что-то еще. Но завершенно очевидно, что в этом направлении вам необходимо также работать. Вот. Вот. А, в принципе, то, что он, я бы хотел вам сказать, если какие-то проблемы, если какие-то проблемы имеют место быть, то есть какие-то вот факторы, которые обуславливают данное поведение ваше. Вот. 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 Вот этим, так же, так же нужно работать. потому что так или иначе это будет на вас влиять на мой по крайней мере взгляд вот в принципе то что я вам могу ответить именно вот сейчас на этом все я надеюсь что мой ответ вам поможет если у вас остались дополнительные вопросы вы можете задать мне их в личку если вам понравился мой ответ буду благодар если вы сделаете его лучшим я желаю вам всего самого доброго и удачи до Продолжение следует...